Заведены итоги работы Крымэнерго за 7 месяцев. Нас собрали на семинар-совещание, озвучили руководство Крымэнерго, озвучили то, кого-то похвалили, кого-то пожурили. Есть у всех недоработки, у всех есть какие-то сильные стороны. Значит, за 7 месяцев этого года Керченский РЭС опустился, к сожалению, на третью ступеньку. Мы все время занимали первое-второе место по Крыму. Есть приведенный коэффициент времени устранения аварий. То есть происходят какие-то аварии в сетях, то ли человеческий фактор, то ли изношенность оборудования. Вот считают количество этих аварий, количество отключенных абонентов, сколько времени эти абоненты были отключены. Потом вносятся туда общее количество потребителей и общее количество сетей. Там сложные формы высчитываются и в итоге вводится коэффициент. То есть, грубо говоря, как быстро, оперативно мы эти аварии устраняем, как можно меньше наши потребители страдают из электронов. Мы заняли за 7 месяцев высокое третье место. Ну, немножко для нас это. Нас опередила Симферопольская гурсеть и Красноперекопский республик. Искрупная гурсеть. Это показывает, ну, что показывает этот коэффициент? Это показывает, как мы занимаемся свои сетями и как быстро работают наши диспетчерские службы по устранению аварий. Вот, учитывая, что здесь стоим, негативно на нас повлияло две линии, которые у нас отключались 5 раз. Это линия в районе подстанции Очистной, ну, там было связано со строительством дороги. И линия в районе Керчь-Крепость, в районе Семи Ветров. Вот эти линии отключались 5 раз, и они нас, к сожалению, в этом рейтинге немножко нас подвели. Ну, а так из 22 ресов третье место, я считаю, достойно. Приношу извинения нашим потребителям за причиняемые отключениями неудобства. Ну, тем не менее, мы живем, вот жизнь движется. Кроме нас работают другие организации. Стараемся в этом деле наводить правила.